Волга 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 А, привет, Артём. Видишь, как я тут устроился. Как короче слово. Перстак какой шикарный, а? Всё в руку и места свободного полно. Что, только покурить вышел? А это дело. Пробирает курева. Пробирает. Забирает. Ну, ничего, продышимся. В общем, правильные вы, Артём, люди. Полковник, князь. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, даю вас отобрал. На базу до места в свое пошло. Ну, ты дай, ерошка. Заходи, Артём, присаживайся. А ты как думал? Артём, тебя полковник броник, это что? ТТшник ругался? Ну, тут длинная история. Кракокетничать, рассказывай. Ну, в общем, сижу на балке, смотрю, как Артём там возится. Артём, иди сюда. Слушай, удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник, даже брата подключил. Ковчег, Ковчег, ответьте. Приём. Это Ковчег. Назовите себя. Приём. На связи полковник Святослав Медликов, командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Приём. Да, да. Слышу вас хорошо. С кем я говорю? Как к вам обращаться? Эээ, сам на отнятии, майор Иванов. Минутку. Да, да. Всё понимаю, товарищ майор. Проверка нужна. Отлично, полковник Медликов. Отлично. Беда. Простите за недомение. Но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьёзная. Враг не древнет. Понимаю, товарищ майор. Поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верной притяге готовы встать в тройку, как только мы пребудем в расположении. Приём. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение? Так. Ну, вас понял. Ну что ж, это отлично, отлично. Да, нас немного. Но мы везём донесение особой важности. Мы направляемся к вам из района К-6 Альфа. Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Придём. Минуточку проверю. К-6 Альфа, говорите. Так. Товарищ полковник, в этом районе противника не обнаружено. К сожалению, нас тут заканчивается. Мы вас очень ждём. Я немедленно завожу нарях и уверен, что у вас прием. Самки нет на обороте. Это огромная честь. Благодарю. Если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор? Товарищ полковник, это же секретная информация. Но по-человечески я вас понимаю. У нас всё в порядке. Не волнуйтесь. И до встречи, до горчиня. Конец связи. Служу народу. Конец связи. Ну что, Фома неверующий, убедился? У меня до сих пор руки трясутся от нервов. Ха, подумай только. Сам министр. Артём, кстати, можешь на карту глянуть. Как видишь, мы направляемся прямо в Ямонтал. Катерина и Крест говорят, что... Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия к правительственному бункеру Ямонтау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга. И задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Нас сани простят тоже. И все поедут домой. В метро. Дрюзина, что у вас впереди? Прием. Кругом все заброшено, но путь в норме. Прием. Добро. Не разгоняйтесь там особо, из-за радиации следите. Прием. Есть. До сих пор не верится. Мы ведь добрались. Добрались, понимаете? И шли мы к этой цели не неделю, не месяц, 20 лет шли. Целую жизнь. И она была не напрасна. Теперь я точно знаю. Мама, а мы что, здесь теперь жить будем? Не знаю, а что? Мне здесь не нравится. Страшно так. Тише, что ты? Товарищ полковник, садиметр раскаливает. Так, всем надеть маски, пассажиры в рубку и задрается на губы. Да, конечно. Пойдем, Мастюша. Меняем планы. Дальше пойдем на дрюзине. Подождите там нас с Артемом. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтала. Как правительству докладывать, так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю плешь проешь. Даже не сомневайся. Ермак, столб машина. Вот. Спасибо. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мясо. Мясо пришло. Тебе точно. Внимание всем! Командный центр наш. При потере связи, точка сбора здесь. Сидиоз. Размерись с управлением дверями и лифтами. Заблокируй все проходы. Пусть эти твари побеждают. Есть? Пусть эти твари побеждают. Пусть эти твари побеждают. Пусть эти твари побеждают. ВЫЛОВИТЬ! НЕВЗЯ, ПОСТОРЖЕНИЕ! НЕВЗЯ, ПОСТОРЖЕНИЕ! НЕВЗЯ, ПОСТОРЖЕНИЕ! Теперь, кто у тебя? ВОЛНЫЙ ЗАСТАНИК! ФРИКОМ! А что ты нашёл? Ясно. Продолжаем поиски. Получи! ПОСТОРЖЕНИЕ! ПОСТОРЖЕНИЕ! ДИНАМИХ! ПОСТОРЖЕНИЕ! ЗАСТАНИ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Зря ты с нами связался. Артём, я знала. Сзади! Вечно, вечно найдётся такой герой. Никого ты не спасёшь, как и остальные. А ну, не дёргайся. Только не убивайте. Отпусти его. Помните, я говорил, был такой экспериментар... Заткнись. Артём, ты цел? Слава богу. Идём, доложим полковнику. Папа, это я. Аня. Ты жива? Где ты? В медблоке. Артём меня нашёл. Слава богу. Молодец, Артём. Куда я в тебе? Там как раз лифт прямо по коридору. Поднимайтесь к нам в командный центр. Идём. Только не спеши. Надо обижаться немного. Ну вот это называется, приехали. Я уже думала, вряд ли найдём чего похуже, чем на Волге было. Силантий этот полоумный с фанатиками своими. Ну нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили. А здесь и вовсе съесть собирались. А вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда врач был. Ну ничего. Посмотрим ещё. И вот и мы точно пережили. Так что. Но запасных здесь сразу не было. Понимаете? Не растёт же ничего. И радиация кругом. Что нам было делать? Умирить людьми. Тьфу, мразь. Аня, слово богу, я бы себе не просил. Я в порядке. Кто же мог знать? Кто знал, что тут твари эти? Двадцать лет люди сжирают. Ты понимаешь? А, простите. Я, как лейтёк сопливый, повёлся. Сам министр обороны меня примет. И славились. Я ещё честь им отдавал. Как чё, блядь, придумали. Похлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только же со своим щитом людей хоть землёй держат. А эти? Ладно, ну дальше-то что делать? Я его знаю. Не знаю. Цельный столбик не нашёл? Вся информация ускоряется. Комплексы ПВО, штаб. Связи давно нет. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работают. Там не дует, штаб. Каспий-1, Центр-5. Ещё в Новосибирске такой же отмечен. Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватило? Не знаю, Ланя. Решать надо всем вместе. Понимаешь? Вы бы потерпели, чтобы чертова достала. Идиот, всё нужное забрал? Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаю и всё. В темпе, в темпе. Всё готово. Зря ты такая. Я понимаю, конечно, что тут всё чуть не кончилось. Но обошлось ведь? Именно, что обошлось, Серёж. А если в следующий раз не обойдётся? Это конечно, да. Но тут всё согласно отлично. В том-то и дело, что нет. Но хотелось бы всё время, чтобы... Аааа! 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 Сэм! Хватит! Пробегивай! Я лезвую! Я лезвую назад убираю! Не трое! С этим местом, похоже, окончательный оуэр. Пора и в настоящий правительственный лукер. И я, кретин, поверил этим сганзы, что Москва в подчинении уставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы, как салага поверил! Сука! Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернуться в Москву, рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит? Доказать-то не о чем. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артем еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так, может, пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться. Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники! Что спутники? Свалить с этой гребаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше? У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артем, поехали искать твое идеальное место. Трубе отъезд! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok